Продолжение следует... Перед началом в онлайн-университете Skillbox запускается курс, посвященный профессии художника компьютерной графики. Тебя ждут 4 курса с разным уровнем сложности, 42 тематических модуля и 189 онлайн-уроков. Вы с нуля научитесь создавать компьютерную графику для игр, кино и рекламы. Изучите полезные лайфхаки и технику matte painting. Также вам объяснят, как разбираться в визуальных трендах и правильно использовать CGI графику. По окончанию вы соберете сильное портфолио из 8 работ и подготовите проект для реального заказчика. Вместе с этим специалисты Skillbox помогут с карьерными консультациями и первые заказы будут возможны уже через 4 месяца. Плюс к этим знаниям онлайн-школа EnglishDom предоставляет 2 месяца обучения английскому в подарок. Первый платеж можно осуществить аж седьмого месяца обучения. Регистрируйтесь в онлайн-университете Skillbox сейчас по ссылке в описании со скидкой 40%. А платите потом. Ну а мы начинаем! Я сейчас беру одного из 10 персонажей, в генеральтере числа выбираю число от 1 до 10. У меня получился седьмой. Седьмой это Clover's Totally Spice. Знаешь такое? Clover's Totally Spice! Никогда... Знаешь такое? Нет! Хотя бы... Ой, это плохо. Хотя бы... Окей. Кто это? Это был такой мультфильм, типа... Ну, я помню, там было 3 девочки трёх разных цветов. Да. Это какая? Clover красный, у неё такие короткие волосы светлые. Ого! Я думаю, у тебя получится, это очень простые персонажи. Хорошо, я помню, что они были в обтягивающих костюмах. Это всё, что я помню. У них были какие-то примочки шпионские? Всё, что я помню, это фен. Фен? Буквально. У них был какой-то суперфен, и я не помню, что с ним там было, но он был, типа, крутым. У них, в принципе, все примочки были достаточно, типа, девчачьими, там, косметичка или помада, лазер. Я раньше не знала, на что тратить деньги с заказов. Я понравила их просто как символическую сумму. А потом я поняла, что я могу за эти деньги немного жить или взять себе что-то вкусное, поэтому на человека больше ценить, наверное. В основном я раньше тратила деньги с заказов. Их, правда, было не очень много, но на донаты в играх. Это, наверное, не самая идеальная трата денег. Я об этом обычно не говорю. Не говоришь о том, что донатишь в игры? Да. Конечно, обычно об этом все и так знают, когда заходят на мои игровые аккаунты, но... Я донатила в игры по типу Аватарии. Я в нее, кстати, никогда не играла. Это был мой первый мутный бизнес, назовем это так. А что там было? Ну, это были еще... А, Аватария. Там никакого смысла. То есть ты создаешь персонажика, можно за деньги в игре покупать ему новые наряды. И есть куча серверов, там всякие улица, клуб, где вы такими же Аватарчиками можете друг с другом общаться. То есть, по факту ничего интересного, и люди сами себе, короче, веселье придумывали. Это так странно. Ну да, то есть смысла вроде бы немного. Я не знаю, почему эта игра была такой популярной, но она очень была популярна. Фишка в том, что раньше в Одноклассниках, это еще было в Одноклассниках, можно было докупать золото за Оки. Это местная валюта Одноклассников. И проблема в том, что мы с подружкой Одноклассников Одноклассницей очень сильно прокачались, ну, прям мощно. И ходили и обманывали маленьких детей. Мне стыдно об этом вспоминать, но мы за их счет покупали себе золото. А что вы им говорили? В смысле, как вы их обманывали? Моя подружка притворялась девочкой, что раздает золото бесплатно. Собирала там к себе домой людей. И я, типа, тоже притворялась, надевала самые дешевые вещи и притворялась такой же самой обычной девочкой. И вот я первая просила золото. Она мне его, типа, вот давала. И воп, и я в красивых дорогущих нарядах уже стою. И все такие, ух ты! Я хочу так же. Какая себя, в смысле, а как вы их обманывали-то? Ну, это, наверное, даже немного незаконно. Я не помню, сколько тогда стоили Оки, но их можно было получить с денег со счета телефона или что-то такое. И на небольшие суммы, рублей по 50, мы обманывали людей, чтобы они пополняли себе Оки и переводили их на... Это так жестоко. Это очень жестоко. Причем, это была идея моей одноклассницы, она была прям супер милашкой. У нее была... Она была отличницей, хорошисткой и подрабатывала шулерством на аватарии. Вот так. Да, это жестоко. Окей, хорошо. Ой, помню, там в сериале была такая девочка по имени Мэнди. По-моему, ее так звали. Они почему-то все время с ней срались. Типа, знаешь, типа, злодей, но из школы. Это так странно. У меня лично никогда не было таких, именно, людей на учебе или друзей, которые были как-то выше других, не знаю. Ну, тебе повезло. Я, конечно, училась не в самом удачном районе нашего города, но у меня было... Я поменяла три школы, и в первой было просто ужасно. То есть там... Окей, это грустно. Ну, я как бы привыкла. Там была вот эта милая девочка-отличница, которая воровала у детей деньги на золото в аватарии. Ну, а в ТАК, типа, ну, тут как повезет, я думаю. Ну, мне повезло. Я поменяла одну школу, я очень рада, что я поменяла, а потом приходила однажды туда. И это было, не знаю... Не самое удачное. Там больше была эта иерархия как раз. У меня в классе ее не было. То есть все были довольно дружными, и все друг на друга реагировали нормально. Только когда кто-то новенький появлялся, вот его немного могли травить. Все, закончили? Держи. О! Ты ее даже такой лежащей нарисовала. Я... Так я же говорю, мне кажется, я такой уже... А ты ее довольно похожей нарисовала. Типа, знаешь, она настолько простой персонаж, что... Я забыла... Мне кажется, твоя даже больше похожа. Ну, не знаю. У тебя чуть-чуть больше похоже на женщину-паука. Ай, да-да-да. Ну, я за... Я просто лайм запорола, я забыла, как она выглядит. Блин, у нее есть вот этот разделитель по центру. Я вообще... И цвет пояса я не угадала тоже. Я не помню, как она выглядит. Я про пояс забыла. Я была уверена, что он красный. Я не знаю, у кого больше похоже, если честно. Сможешь мне сгенерировать число от одного до пяти? Пять. Пять? Хорошо. Пятый у нас идет Робин из Бэтмена. Он может. Все, что я помню, это смешные трусы у него. Я помню, как он говорил больше по Юнайтитам и Вперед, потому что я какое-то время смотрела этот фильм, сериал. Он, конечно, невероятно абсурдный. Ого, это практически читерство. Ну, я не помню, как он выглядит. Я помню его по каким-то старым... Я очень давно это... ...старым мультфильмам из Бэтмена, что-то такое. Что? Ты любишь рисовать в тишине или больше нравится что-то смотреть? Или слушать? Я смотрю какие-то видеодемии, типа... Если ты знаешь Культаса... Знаю. Это тот тип видео, где очень много воды, и он повторяет одну и ту же фразу очень-очень много раз, просто по-разному. И на самом деле для меня это просто идеально. Я обычно смотрю... Ну, либо слушаю музыку, либо смотрю реакции. Это, конечно, очень халявный контент, но это три часа, люди говорят ни о чём. Прекрасно, то, что нужно художнику. У него, получается, голые ноги? Типа без ничего или как? Я ничего не помню. Ну, это... Мне кажется, у него эти ноги... Типа просто... просто трусы? Да-да-да. Сейчас я... Супер-героев рисовали, и всем было нормально. А сейчас вот всё, вот это вот всё. Нельзя, чтобы было видно. Ну, вообще, беспредел. Я не согласна. Я протестую. Кстати, насчёт... Ну, скрытых частей тела. В новых сезонах Винкс. То есть, они сначала были прям супер-таки раздеты, и их превращения были там... Живот, ноги, а сейчас они ходят, у них даже... они все в колготах. Зачем? Ну, то есть... Сначала мне это всё не нравилось. Типа сейчас, я думаю, ну... Было классно. Они уменьшили рейтинг мультфильма до 6 плюс, ну, то есть очень сильно. И почему-то... А он был. А он был выше. Вроде бы. А, да? Ну, я не помню, но... Единственный грустный момент, я помню, там была смерть Набу, парня Лейлы. Поэтому, наверное, там рейтинг был чуть-чуть повыше. Тебе иногда пишут странные люди ВКонтакте. Да, было дело. Да, мне обычно пишут что-то типа, давай познакомимся, я не знаю зачем. Как вы меня вообще нашли? У меня на странице мужское имя. То есть, это было максимально странное, что у тебя было? Просто давай познакомимся? Да. Ну, я не помню просто. Я просто такая забываю. Я за ненужную информацию, я забываю. Мне писала женщина, довольно взрослая. Хочешь встретиться с мужчиной и что-то связанное с такими делами, но проблема в том, что... Сколько она мне предложила? Кажется, гривен двести. И я такая, что почему так дешево? Не то, чтобы я хотела согласиться, но мне кажется, это такое должно стоить дороже, чем двести гривен. А потом она типа... Ну, нет, есть еще другой вариант. Можешь продавать свои голые фотографии по пятнадцать гривен за штуку. Я так... Почему так дешево? Ага, окей. Это как-то странно. Ну, да, много странных людей мне пишут, но это было, пожалуй, самым странным. Потом она писала еще всем моим подругам и предлагала похожие расценки. Я хочу, чтобы она залайнилась сама. Я рисую для себя, и вообще-то... Я не парюсь с залайн, но он получается хорошо. Это самое странное и обидное, наверное. Да, у меня тоже бывает, когда я рисую для себя какую-то, ну, дичь, я могу нарисовать ее за несколько часов, и она выглядит просто отлично. А заказы я могу делать даже неделю. И потом такая, блин, ради этого я столько старалась. Знаешь, единственная сложность вот этой вот работы художником, это, наверное, то, что это творческое задание. Вот вечное творческое задание, которое тебе дает заказчик. И на самом деле, когда есть какие-то рамки, работать намного легче. То есть, когда тебе четко говорят, что тебе нужно нарисовать, тебе вообще вот легко. Когда тебе дают свободу выбора, сначала все радуются. Я знаю, начинающие так говорят, что это классно, но... Да, проблема в том, что ты не знаешь, чего хочет заказчик, и в итоге ему может просто не понравиться то, что выбрал ты. Ладно, окей. У меня теперь это уже похоже на какую-то версию для извращенцев. Где ты больше всего набиралась знаний для рисования? Художки. То есть, больше всего тебе дала художка? Именно основы, да. Художка, может, вряд ли вам поможет, если вы хотите рисовать конкретно стилизацию. Но она дает основу. Ну, возможно, просто мне лично художка ничего не дала, кроме методовизирования. Я практически полностью... Все мои знания, это знания чисто из интернета. То есть, куча туториалов, куча видео. Ну да, это тоже. Если загуглить, как рисовать аниме, то я посмотрела все видео, которые там были. Просто я учусь сейчас в училище художественном и, честно, не сказала бы, что мне много дает. По большей части, оно дает из-за того, что ты постоянно рисуешь. То есть, хочешь не хочешь, тебе нужно что-то нарисовать и сделать это нормально, чтобы получить хорошую оценку. Но прям знаний... Как-то грустно. Что-то вообще не то. Все, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Кидай! Кидай, мне же тоже интересно. Кинь мне быка. У него были зеленые рукава, зеленые перчатки, блин. И вообще желтый плащ. Ладно, я тоже кидаю. 3, 2, 1. Сейчас оно отправляется. Погнали. Я вообще не угадала. Ой, у тебя он даже похож. Мне кажется, тебя очень похож. Мне вообще не похож. У тебя очень красивая стилизация. Ты прям так запарилась над ним. Мне нравится. У меня какие-то... Света. Могу вот именно постоянно рисовать в такой стилизации, потому что анимашные картинки продаются лучше. К сожалению или к счастью. У тебя довольно четкая стилизация. Типа, если посмотреть на эту, и тут довольно похоже. У меня они просто одинаковые все. У тебя они хотя бы стоят по-разному. Блин. Блин, ладно. Хорошо, твоя очередь. Окей, сейчас инвирую цифру. Это 3. Опять девочка. Ядовитый плющ из вселенной DC. Знаешь такое? Это которая в зеленом комбезе и рыжая. Да. И рыжая, да. Вот максимально простой. Ее кожа была обычного цвета. Да, по-моему. Я не уверена в этом. Какие вообще твои любимые мультфильмы? У меня, наверное, из один из самых любимых мультфильмов это Каролина в стране кошмаров. Не смотрела? Я его не смотрела. Жаль. Очень хорош. Не хотела его посмотреть. Я знаю. Я знаю, что это купленная анимация. Купленная анимация, это классно, но... Я, в принципе, не фаната джастиков от слова вообще. Вот, например, когда рисую, я знаю, многие рисуют. И когда им грустно, они рисуют что-то стрёмное или страшное. Я это не понимаю. Да. Наоборот, если тебе хочется погрустить, ты можешь погрустить просто. Если ты хочешь поднять настроение, если ты будешь рисовать что-то грустное, то наоборот, кто-то еще хуже сделает. Не знаю. У меня как-то вообще рисунки не сказали, что бы сильно зависят от настроения. Максимум у меня может там чуть-чуть стилистика пошатнуться, но как-то мне не хочется рисовать что-то грустное, когда мне грустно. Ну, я просто в основном рисую заказы, поэтому... У меня нет такого варианта. Раньше также, опять же, смотрела Вайлет. Я пыталась ее тоже притянуть на коллаборацию, но она мне даже не ответила. Мне было немного грустно из-за этого. Бывает такое, что я просто не хочу отвечать? То есть человек меня достал, например? Ну, такое бывает. Я просто не хочу даже читать, чтобы он думал, что я не прочитала, и все. Не знаю. Ну да, такое тоже бывает, конечно. Когда у тебя аудитория больше трех человек, находятся люди, которые вроде бы не со зла, но начинают с тобой общаться постоянно. То есть тебе пишут и пишут и пишут, и ты как бы отвечаешь, потому что это вежливость. Но как бы не сказать, что очень хочется. Я крайне не люблю, когда мне пишут что-то вроде «Привет, как дела?» и так каждый день. Я этого не понимаю. Мне даже друзья так не пишут. Когда мне пишут «Друзья», они мне даже «Привет» не говорят. Они просто такие «Смотри, какой мем». Что-то подобное. То есть, если пишешь, ну, не знаю, у тебя должна быть какая-то причина написать, наверное. То есть я понимаю, как люди обычно общаются. То есть просто им интересно узнать, что у меня как. Но обычно у меня ничего не происходит, поэтому мне нечего сказать. Да, у меня тоже бывает спрашивают, что у меня там произошло или как. Что-то в таком духе, а ничего не происходит, потому что ты сидишь и рисуешь. Это занимает кучу времени. На самом деле, не знаю, может я одна такая, но мне неприятно, когда есть вот четкий, очень четкий источник света, как в академизме. Это зависит, конечно, от автора. Если автор, конечно, добавит туда какие-то свои фишки, типа голубого цвета, которого, в принципе, в реальности там быть не может, то она выглядит лучше. Мне сложно это объяснить, потому что я особо не понимаю, что я говорю. Ну, то есть тебе больше нравятся рассеянные источники света, такие очень далекие, как солнце. Когда их много, когда источников света много, то есть на краях может быть какой-то розовый вообще, откуда он там взялся, непонятно. Это сложно объяснить, это можно легче показать. Ну, я могу это понять. Часто вот всякие художники, которые берут больше такой японско-азиатский стиль, у них много таких красивых эффектов. То есть каких-то голубых полосочек на краях или тень рисуется довольно ярким розовым цветом или там синим. Да, можно так сказать. То есть я не хочу так рисовать. Мне, в принципе, не нравится, когда все одним цветом нарисовано тень. Но мне нравится, как это выглядит. Я только что сказала противоречие, я это понимаю, но я просто... Ну, я могу понять. У меня тоже есть стили, которые очень крутые, но я так не хочу рисовать. Нужно две минуты, кстати. Так, все, остановиться. Так, все, тогда скидываем. Блин, она у меня такая страшная, мне так за нее стыдно. Она у тебя очень миленькая. Как обычно. Еще новая. А почему она эльф? Я не знаю, я запомнила с этими острыми ушами просто потому что... То есть у нее не длинные уши, но они просто такие, я ее запомнила. Блин, зеленый плющ мне выдают зеленый плющ. Герой. Ну, у тебя она явно похожа больше. Я думала, у нее прям комбес-комбес. А у нее это скорее вот что-то, что больше похоже у тебя. Я помню ее снизу от комбинезона, типа открытые ноги, да? Ой, она здесь очень странно нарисована. Я вообще не вижу нормальных артов, если честно. Ну, в целом у тебя похоже больше. Она... Вот смотри, есть рисунок практически полностью похожий на твой. Вот, это буквально практически то же самое. Ага. Но тут ты явно была ближе. У тебя она похожа на Сэм из Тотари Спайс. Загубили. А мне почему... Я помню ее, но почему-то она... Они у меня сплелись чуть-чуть в фантазии что-то одно. Я вот, когда только мы начинали рисовать, я думала о том, что, блин, нужно нарисовать ей большую грудь. Но у меня есть какое-то... Что-то останавливает меня в рисовании больших грудей. Почему? Я не знаю. То есть я хочу, но мозг такой, нет. И все, и грудь получится не такой большой, как я хотела. Я рисую большую грудь визуально, типа на... Типа на... Так, не шейда. Все равно ж, я имею в виду бугорок. Который выходит из-под одежды. Его хочется прям огромным нарисовать, а в итоге... Не получилось. Да-да-да, бывает такое. Я хочу очень большое сделать, но... Просто останавливает меня то, что это будет выглядеть странно, потому что я не умею это делать. Поэтому пока, или я просто выключаю камеру и... Акту we поиски. Ну а как – Webb married. У Б Приучу. Вы знаете. 貴». lich.